Представляю вам участников заглавного поединка! Боец в синем углу клетки! Ему 29 лет! Рост 1 метр, 82 сантиметра, вес 77,6 килограмма! Из самого западного города России, Калининграда! Представляет Best Fighters! Его базовый стиль ММА! Его профессиональный рекорд! 8 побед при одном поражении и судейским решением! Антон Мор! Ее соперник боец в красном углу октагона! Ему 30 лет! Рост 1 метр, 76 сантиметров, вес 77,5 килограмма! Из Барнаула, столицы Алтайского края! Его базовый стиль ММА! Его рекорд 7 побед при одном поражении! Иван Соловьев! Рефери в октагоне Рамазан Гаджиев! Иван Соловьев! Антон Мор! Отошел! Отошел! Готов! 7-1 и 8-1 соответственно! Ну, вот наиболее, пожалуй, яркая характеристика лиги AC Young Eagles именно в том, что... ...всегда спортивная составляющая доминирует! Два равных соперника, одинаковых примерно по уровню, играют партию, в которой конкретно сегодня кто-то один из них окажется лучше! Здесь хорошо Мор на опережение, классический работал на попытку вот этого лоу-кика и попал по голове! Классная фамилия, честно могу сказать, сразу отсылает к Ленинградской области, которую представляет боец, которая, кроме того, что славна выдающимися борцовскими и бойцовскими традициями, например, братья-близнецы Белоглазовы, которые на двоих имеют три олимпийских золотых медали по вольной борьбе, родом именно оттуда, но также еще и является все-таки родиной Канта, отца немецкой философии, который некоторое время был нашим соотечественником, именно благодаря городу Калининграду. Философия сейчас Соловьева едва не замкнулась на тейкдауне, который не состоялся, а до этого все, в общем-то, убирается в работу в стойке, попытка встретиться со стороны Соловьева левым боковым или правым прямым, вот здесь еще одна попытка левой боковой не достала, вот лоу-кик у Мора дошел до цели. Здорово, фронт-кик, вот классическое его исполнение, именно работа навстречу. Мы с вами видели сегодня целых два нокаута фронт-киком или по-японски Майагере, когда работали вперед, и это нестандартно, а вот то, что мы сейчас увидели, это более распространенная работа, когда работает удар непосредственно под удар соперника, который пытается идти на вас. Вот здесь навстречу очень хорошо хотел в Соловьев попасть, не удалось, или, по крайней мере, этот Мор удар не почувствовал, сам больше выцеливает и расстреливает при попытке приблизиться и забывает ближнюю ногу охаживать. Ну и шикарный сейчас левый боковой, может быть, не совсем акцентированный, но хороший, удачный от Ивана Соловьева. И снова пробует он это действие. Ну, наверное, до совершенства довел этот прием такой американский спортсмен по фамилии Байден. Байдер. Любопытная оговорка. Интересная ошибка, да, соглашусь. Актуалочка. Да, Райан Байдер, который делал этот прием примерно так, то есть обычно левый хук готовит уклоном, а он, соответственно, начал его делать просто короткие наклоны вперед. Точно так же сейчас работает левый боковой сибирский спортсмен. Ну и здорово, наконец-то, начали работать в том числе с дальних рук спортсмены. То есть они готовы рисковать. Потихонечку начинают пускать вот дальнюю руку. Здорово, шикарный левый апперкот. Может быть, не было это хорошо видно, но отличный левый апперкот. Тряхнул! Тряхнул сейчас Соловьев дважды. И сам ответил, и сам ответил двумя точными попаданиями, шикарно. Так, опять пауза, опять ищут. Ну, приятно смотреть, действительно, очень профессиональные спортсмены. Видно то, что очень... Знаете, такое выражение, семь раз отмерь, один раз отрежь. Очень хорошо готовит свои атаки, много раздергивающих движений, так называемого бокса без ударов. Когда мы за счет работы тела вымеряем расстояние, смотрим реакцию соперника. И вот только наверняка уже кидаем удары, чтобы не вымахиваться. Это постоянно подсказывают Мору про ногу, про ближнюю. Что нужно? Работает лоу-киком. Атаку делаешь, разрывай дистанцию. Атака разрыв, не китайся. Атака разрыв. Хорошая работа с дистанцией, на самом деле, для Мора. Идеальная работа для него по-хорошему. Попытка удара ногой с разворота неудачная. Классическая работа против этого смещения влево, именно это сделал Антон Мор. Ну и в любом случае, постоянно так или иначе попадают друг к другу спортсмены такими быстрыми, хлесткими ударами. И поединок раскрывается. Не спеша, но тем не менее абсолютно понарастающий. Потихонечку поднимается темп, потихонечку становится больше попаданий. Ну и для меня большая загадка, за кем остался этот первый раунд. Очень даже может быть, что на этот счет мнения судьи разделились. Близкий раунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Белый разрез, правый разрез. Да, так, да. Все, век, если ты раньше, наоборот. Готов. Второй раунд. Бой! Второй раунд. Жестковато начинает Мор. Очень активно. Стал подключать джеб для начала своих атак. Здорово. Здорово сейчас начинает поддавливать Антон Мор. Но Иван Соловьев традиционно хорошо работает одиночными ударами. Мор на руках стал переигрывать в этом раунде и стал гораздо более вариативным, интересным. Ну, вы знаете, честно говоря, меня и Иван Соловьев очень сильно радует. Очень зрелые спортсмены. Хочется, в общем, говорить только лучшее, потому что этого лучшего у спортсменов хватает. Ой-ой-ой! Падает борт! Все! Вот такое неожиданное развитие. Все, дамы и господа! Не согласен. Не согласен с решением Антон Мор. Ну, в общем-то, рефери имел на это полное право. И со стороны, в общем-то, смотрелось очень убедительно. Действительно, были пропущены удары. И именно от ударов спортсмен упал. И в начале раунда, то есть сил у Ивана Соловьева было достаточно для продолжения атаки. Но, с другой стороны, то, что Антон Мор протестует, показывает то, что внутренне у него достаточно стержня, чтобы продолжать и в плохой ситуации. Но другой момент, что этот настоящий мужской стержень, которым он в полной мере располагает, пошел противоречие против реальной ситуации. Скорее всего, все-таки Иван Соловьев здесь завершил бы начатое, только может быть уже с большим каким-то ущербом. В любом случае, эта история гадательная. Единственное, что мы знаем точно, что результат не поменяется. И сейчас мы услышим именно его. Второго раунда победу техническим нокаутом одержал Иван Соловьев! Которого мы от души поздравляем. Ну и, честно говоря, его оппонента хотелось бы видеть еще и еще. Отличная победа! Поздравляю тебя! Такое ощущение, как будто ты весь этот поединок ждал одного момента, чтобы нанести четкую комбинацию. Не сказать, чтобы одного момента ждал. В целом, просто старался быть спокойным, хладнокровным и потихоньку убрать свое. Тебе раньше не хватало охладной крови? Да, в целом, не жалуюсь. Окей, тогда по бою, как ты считаешь, здесь были несогласия у Антона Мора по поводу остановки. Как ты считаешь, все ли по делу? Ну, каждый по-своему видит, поэтому я не в праве судить здесь Антона. Эти аплодисменты тебе за джентльменское поведение. Тогда переходя к следующему вопросу. У тебя единственное поражение, полученное на номерном турнире SEA. Сейчас победа здесь, на Ян Кигглс. Как ты считаешь, заслуживаешь ли ты возвращения на номерные турниры SEA? Я живу этой жизнью. Как будет, так будет. Поэтому двигаемся дальше. Если не кладнокровие, то скромность это точно твой конек. Напоследок, кого бы ты хотел поблагодарить? Всех, кого хочу поблагодарить, я обязательно отблагодарю. Лично, глядя в глаза. Ну, а так, в целом, все, кто рядом, они знают, что я ценю их внимание, ценю их поддержку. Спасибо зрителям, спасибо моим землякам, которые не спят сегодня. Ну и, соответственно, Лиге спасибо моим секундантам бомбовым. Спасибо. Ваши аплодисменты Иван Соловьев! С refrigerацией смотрит на 58 на 5 лет. До! До! До!